Обмен опытом борьбы за улучшение условий труда Денис Борисович Здравствуйте, уважаемые товарищи! Девчонки Денис Борисович, врач-миндоскопист ООО «Аллокэта» в Санкт-Петербург Условия труда, понимаемые в широком предэкономическом смысле Включают в себя не только непосредственно обстановку на рабочем месте Но и заработную плату, и продолжительность рабочего дня Это те материальные условия, в которых осуществляется труд Поэтому отчасти мы сегодня вопросов, касающихся условий труда Уже касались на сегодняшнем заседании Российского комитета рабочих Ну а в узком смысле условия труда Это факторы производственной среды и трудового процесса Влияющие на здоровье работников Соответственно, задача улучшения условий труда Основная задача улучшения условий труда Это сохранение сбережения здоровья работников Надо сказать, что условия труда во многом находятся под контролем понимателя И на примере условий труда четко можно увидеть разницу между положением классов Положение рабочих определяется не только отношением собственности, но и условиями труда Если мы сравним условия труда, условно говоря, нанимателя Чистый просторный кабинет с хорошим освещением, с вентиляцией Отсутствием каких-то вредных, опасных факторов Отсутствием физической работы Ну да, есть вредный фактор Сидячая работа, малоподвижный образ жизни Ну, наверное, многие об этом мечтали бы, да, немножко, так сказать, в течение рабочего дня Чтобы этот фактор на них подействовал Особенно те, которых работа проходит на ногах И рабочие, которые, естественно, подвергаются воздействию вредных, опасных факторов И работа зачастую связана с физической нагрузкой И другие, так сказать, факторы, которые влияют на вот этот показатель напряженности трудового процесса Поэтому улучшение условий труда Борьба за улучшение условий труда Это борьба за улучшение положения рабочего класса в целом Эта борьба идет при капитализме Эта борьба будет продолжена и в первую фазу коммунизма при социализме Так как, естественно, уничтожение эксплуатации сразу не уничтожает разницы в положении И, прежде всего, в условиях труда, в которых осуществляется трудовая деятельность И залогом уничтожения классов, к чему мы стремимся, является кардинальное улучшение условий труда И сокращение рабочего времени, безусловно Потому что без сокращения рабочего времени говорить о том, что кардинально улучшиться условия труда Это не представляется возможным Конечно, улучшение условий труда возможно только на основе внедрения новой высокопроизводительной техники Внедрение новых безопасных технологий И здесь можно вспомнить так называемые майские указы президента О создании к 2020 году 25 миллионов новых технологичных рабочих мест Ну, если говорить о цифрах, то надо сопоставить с имеющимися рабочими местами И на сегодняшний день имеется 49 миллионов рабочих мест То есть, по сути дела, это половина от имеющегося количества Которые должны либо, так сказать, появиться вновь, либо стать высокотехнологичными И, как сказал председатель, так сказать, все время, наверное, упоминаю Объединение Федерации независимых профсоюзов России шмаков Что, по сути дела, единственным, кто заинтересован в выполнении этих указов То есть созданием высокотехнологичных рабочих мест И является сам президент и Федерация независимых профсоюзов России Мы-то понимаем, что, конечно, не только Федерация независимых профсоюзов России А, прежде всего, рабочий класс заинтересован в создании вот этих высокотехнологичных рабочих мест С безопасными условиями труда И, по сути дела, с появлением возможности материальной базы для сокращения рабочего времени Ну и, конечно, борьба за создание вот этих высокотехнологичных рабочих мест Должна вестись не только независимыми профсоюзами Но и, естественно, боевыми рабочими профсоюзами В Российской Федерации 72 миллиона работников Которые работают на 49 миллионах рабочих мест И мы видели, что все время в последние годы шло увеличение процента рабочих мест Средными и опасными условиями труда В 2013 год 32,2% В 2014 год 39,7% А вот в 2015 году, например, произошло сокращение количества рабочих мест Средными и опасными условиями труда До 39,1% То есть на 6,1% сократилось С чем это связано? Неужели появились у нас за год новые высокотехнологичные рабочие места? Тогда можно говорить о том, что выполнение идет полным кодом И, так сказать, у нас технический прогресс Но реально этого не наблюдается И мы не видим, в общем, появления такого большого количества предприятий С новыми безопасными производствами Количество работников тоже значительно не сократилось Что произошло? Произошло следующее Была внедрена так называемая специальная оценка условий труда Замена тестации, которая шла со скрипом Шла медленно, потому что она была трудоемкая Требовала многочисленных измерений И достаточно дорогостоящие было мероприятия Вот внедрена специальная оценка условий труда Это уже обязанность К 2019 году она должна быть завершена Все рабочие места должны быть аттестованы На сегодняшний день аттестовано 13 миллионов рабочих мест При этом 70% рабочих мест получили второй класс опасности То есть признаны допустимыми Вот мы и видим, собственно говоря, уменьшение Количество рабочих мест с средними опасными условиями труда За счет просто проведения специальной оценки Снижается класс опасности Не нужны никакие затраты Не нужно внедрения новых технологий Провели спецоценку Как она проводится, об этом надо говорить отдельно Проводится она, конечно, зачастую формально Там, где это возможно провести формально Она там проводится формально А где это возможно? Там, где либо нет представительного органа работников Либо он занимает пассивную соглашательскую позицию По отношению к работодателю То есть там, где профсоюз активно участвует В проведении сауд В том, чтобы результаты ее были объективными Там, конечно, такого не происходит Сейчас можно проведение этой специальной оценки Сравнить с подхождением техосмотра Когда отменили государственный техосмотр Передали это в частные руки Теперь техосмотр заключается в получении за деньги диагностической карты Можно даже никуда не приезжать По интернету заказал Все, значит, без всякого осмотра Тебе провели, сделали диагностическую карту И привезли тебе на дом Прекрасно Также специальная оценка труда Посмотрите, откройте Интернет пестрит объявлениями За 600 рублей вам сделают аттестацию одного рабочего места Пройду спецоценку Ну, 600, там где-то 900 Хотите, будем изменять Хотите, не будем Это ваше, так сказать, дело Вот Мы знаем, что уже с началом аттестации Пошло уменьшение класса Снижение класса опасности рабочих мест Это еще, так сказать, когда методика была основана на научных данных При проведении сауд С методики оценки убраны многие факторы То есть количество измеряемых факторов значительно уменьшилось Ну и такой фактор, как напряженность трудового процесса Если работа не связана непосредственно с подъемом и перемещением тяжести Он вообще перестал практически замеряться Потому что это очень трудоемкое мероприятие Нужно отследить минимум 15 рабочих циклов Смотреть, какие движения совершаются Снижение монотонность Статическое напряжение Позу и так далее То есть это такая серьезная очень работа Конечно, которую никто не проделал Поэтому напряженность трудового процесса просто вычеркивается Ну а такой параметр, как психоэмоциональное напряжение Он просто убран, потому что он субъективный Ну один пришел, ему, так сказать, все равно, что там происходит У него нет никакой напряженности психоэмоциональной А другой переживает, болит за свое дело У него есть напряженность психоэмоциональная Значит, поскольку это субъективно И зависит от личного восприятия Мы это уберем вообще Мы знаем, что именно психоэмоциональная напряженность Приводит к таким явлениям, как феномен профессионального выгорания Когда человек уже не может работать Просто потому, что он Ну, физиологически будет это отвращение К тому, так сказать, виду деятельности Которым он занимается Это все, к сожалению, убрано Значит, что нас ждет в перспективе? В перспективе нас ждет следующий еще удар Со стороны, так сказать, государства-работодателей В июне 2016 года призван Принят 277-й федеральный закон О совершенствии надзорной деятельности Согласно которому с 1 июля 2017 года Все нормативы, которые были приняты в советский период Они сохраняют свое, так сказать, значение Сохраняют свою силу Но перестают контролироваться А новых нормативов на все, так сказать, производственные процессы нет Есть определенное количество ростов-дамков разработано Вот там, где их нет Значит, это вообще контролируется не будет И это, конечно, представляет определенную опасность В плане дальнейшего ухудшения положения работников Значит, несмотря на то, что специальная оценка условий труда Задумывалась, вроде как, для того, чтобы получить объективную картину Состояния условий труда в экономике в целом, по отдельным отраслям Значит, перейти от системы компенсации ущерба От компенсации, так сказать, понесенных затрат Связанных с вредными и опасными условиями труда К системе, так называемого, управления риском И к сведению к минимуму вот этих воздействий вредных факторов И сведению к нулю травматизма И, кроме того, переложить на работодателей нагрузку Связанную с лечением, с реабилитацией С социальной поддержкой пострадавших на производстве Или получивших профессиональные заболевания В то же время, снизив, так сказать, налоговую нагрузку На тех работодателей, которые, ну, действительно, осуществляют Мероприятия по улучшению условий труда И, тем самым, соответственно, вносят свой вклад в управление населения В реальности формальный характер И вот те, так сказать, особенности Специальной оценки, которых я сказал Привели к тому, что ничего это не произошло Какие последствия для работников имеет понижение класса опасности Ну, понятно, что если класс опасности снижен Условия труда признаны допустимыми Значит, согласно действующему законодательству Никаких оснований для сохранения льгот и компенсации У таких работников нет Поэтому работодатель вправе, значит, все это убрать Что это? Это сокращенный рабочий день Это увеличенная продолжительность отпуска Это лечебное питание и так далее Ну, и в перспективе пока еще, так сказать Пока еще сохраняются, вроде как, списки по пенсии Хотя готовятся уже новые Что в них будет, мы пока не знаем Пока не знаем Но, скорее всего, привязка к условия труда также будет Скорее всего К этому, во всяком случае, тенденция такая просматривается То есть, льготная пенсия к человеку может не светить Несмотря на то, что он проработал там длительное время В таких вот условиях труда Значит, надо сказать, что не все работодатели Занимают вот такую позицию Что нет оснований и нет льгот Или компенсации, правильно сказать Ну, вот хороший пример Это Ковдорский горнообогатительный комбинат И несмотря на то, что по результатам САУ Класс опасности был снижен Но руководству было принято решение на 5 лет Сохранить имеющиеся размеры льготы компенсации До окончания действия результатов От проведенной спецоценки труда И действительно, это, в общем-то, подход такой правильный Потому что прежде чем что-то отменять Надо понять, вообще, есть результат-то на самом деле Есть ли положительный эффект от мероприятий на здоровье и работе Если через 5 лет действительно будет видно Что уменьшился травматизм Уменьшилась профессиональная заболеваемость Инвалидность и так далее Да, тогда основания появляются Сейчас просто на основании того, что вроде фактора нет И все это убрать Это, конечно, подход не научный И это подход субъективный И, кроме того, конечно, он противоречит прямо интересам рабочего класса Каковы позиции занимают профсоюзы? Ну вот, к сожалению, мы видим примеры В прошлом году мы об этом говорили На примере город-электротранса петербургского Что профсоюзы зачастую занимают позицию соглашательскую То есть нет оснований Мы снижаем там Было 2 недели Закон допускает не менее 1 недели Значит, давайте запишем 1 недель Хотя по коллективным договорам можно сохранить лучшие условия Закон не говорит о том, что если там не меньше 1 недели Значит, 1 неделю и давать Это предмет, так сказать, торга с работодательной Предмет борьбы Естественно, боевые профсоюзы должны занимать И занимают другую совершенно позицию Все-таки сохранять по возможности Те завоевания, которые, так сказать, были достигнуты Мы не должны отступать назад Потому что, по сути дела, что такое сокращение дополнительного отпуска? Это увеличение рабочего времени Мы половину предыдущего дня посвятили вопросам сокращения рабочего времени до 6 часов А здесь идет прямое наступление на свободное время человека Прямое наступление Поэтому, конечно, этому надо всячески противодействовать И противостоять Каким образом? Ну, во-первых, это то, о чем мы говорим Поэтапное включение требования о 6-часовом рабочем дне Технически это, наверное, будет не очень сложно Не очень просто Но над этим, безусловно, надо работать И один из путей Это все-таки сохранение того, что уже было По крайней мере, да? Не давать это отнять Ну и идти вперед, наступая, так сказать Стремясь к уменьшению до 6 часов Включение в полдоговора обязанности работодателя обновлять технику Закладывать увеличенные по сравнению с действующей нормой расходы на охрану труда Сейчас это 0,2% стоимости произведенных товаров, продукции Да, значит, но не избраняется Даже в самых лучших, скажем так, по охране труда предприятиях Этот показатель не превышает, там где делается все вот идеально Там не превышает 1-3% Даже увеличение в 2 раза вот этой суммы Оно на самом деле на положение работников скажется значительно Требовать, опять-таки, включать в полдоговор своего работодателя Что он пользовался теми льготами, которые ему, в конце концов, государство предоставляет Например, возврат 20% сумм, перечисленных в фонд социального страхования Их сейчас по закону можно вернуть для того, чтобы использовать на совершенствование Системы охраны труда, на проведение пробосмотров и так далее То есть можно вернуть, но обращается меньше половины работодателей То есть деньги они платят, можно вернуть, можно их потратить для здоровья работников Но они это не делают Кто должен это потребовать в этом случае? Должны потребовать сами работники Это законное требование, так сказать, обоснованное, поддержанное государством И здесь можно говорить о том, что если это работодатели не делают Это прямое нарушение и российского законодательства И, соответственно, кол-договора, если этот пункт будет включен в кол-договор Ну и, наконец, конечно, мы не должны идти на поводу у работодателя Который предлагает увеличивать продолжительность рабочих смен По сравнению с регламентированной, мотивируя до тем, что до суммированной По суммированному учету рабочего времени все будет хорошо То есть вы недельную норму или месячную норму не превышаете Но продолжительность ваших смен такова, что реально это наносит ущерб вашему здоровью Понятно, что работодателю это выгодно Он на пересменках, так сказать, экономит, да? Он экономит на всяких дополнительных Одно дело, там два человека вышло в две смены Значит, соответственно, весь подготовительный период Это время, связанное с производством А другое дело, когда один человек И все вот эти вот непроизводительные временные затраты Они, естественно, выключаются Ну и, соответственно, не допускать включения в коллективные договора Замены того же самого лечебного питания денежным эквивалентом Дополнительных отпусков дополнительного времени денежными эквивалентами Потому что деньги в данном случае здоровье не купят Лечебное питание это прямая защита Защита временем это прямая защита А деньги, так сказать, ну, даже если их потратить на хороший квант отпуск В общем-то, не компенсируют вот эти Эти затраты Ну и, наконец, что мы должны еще помнить Что условия труда, да, на 10% в общем-то, да Сказываются на состоянии здоровья работника 60% это образ жизни Понимаете? Поэтому надо стремиться к тому, чтобы Вот образ жизни и на производстве И запретил То есть свободное время все-таки Так сказать, ну, соответствовал гитленическим нормативам Будем говорить так Для этого, конечно, важно увеличивать свободное время Сокращать рабочий день Какие основные факторы? Все они хорошо известны Это алкоголизм Это курение Это малоподвижный образ жизни Это избыточный вес Вот четыре фактора, которые убивают Прежде всего, мужчин трудоспособного возраста Курение и на рабочем месте И вне рабочего места Ну и так далее Значит, увеличение свободного времени Позволит тратить вот это время все-таки И на спорт, и на какие-то другие вещи Отвлечься, в конце концов От таких традиционных методов расслабления Которые, в общем-то, крадут жизнь человека Поэтому только борьбой Ну и последнее Я понимаю, что вышел из лимита Последнее, о чем я хотел сказать На здоровье каждого работника, конечно, сказывается Морально-психологический климат Коллектива Духовное здоровье коллектива А здоровым духовно коллектив может быть тогда Когда он сплочен Когда в нем есть дух товарищества Когда люди, не каждый за себя А борются, сообща За свои интересы Это их сплачивает Это поднимает, так сказать Дает им поддержку, в том числе И социальную И, конечно, в таких коллективах Люди и живут дольше И дольше плодотворно трудятся Благодарю за внимание Меня благодарит Пожалуйста Денис Борисович Вот в 49 миллионов рабочих мест Да? Входят Вот пояснить здесь Или, значит, рабочий пролетариат То есть рабочий на предприятиях Или же и все вот И торговые работники Это все рабочие места Это официальная статистика Это все рабочие места по По предприятиям нет Такой цифры? Ну, по предприятиям Я сейчас не рискну Называть точную цифру Немножко это вышло Из-за рамки Не могу вам точно сказать Значит, это со всей торговой братией Ну, естественно Естественно, что у нас Все, так сказать В статистике Довольно сложно бывает Она научена Она дается разные цифры В разных местах Поэтому не всегда Это можно свести Я сейчас не готов Ответить на этот вопрос Еще вопрос, Ставич Ну, Павелич Вот так, может, у меня неправильное впечатление Сражение Подключалось, что Будем как рабочий За 600 рублей Может нанять людей Которые проведут саут Его рабочего места Пойдет так, как им не надо Или нет? Работать не оценит Значит, ответственность За проведение саут Лежит на работодателе Лежит на работодателе Рабочий не может проводить Наниматель Или работодатель По нашей терминологии Должен создать комиссию По проведению саут И в эту комиссию Включается эксперт Из лицензированной Организации Что могут сделать рабочие Они могут обратиться За проведением Государственной экспертизы Специальной оценки Слова труда И уже за свои деньги Заказать государственный эксперт Но провести саут Они не могут самостоятельно Есть институт Уполномоченных по охране труда Профсоюзных организаций Как они могут Подействовать На то, что вы говорите При формировании комиссии Туда включается От профсоюза Представитель Ответственный По охране труда Но для этого нужно Что, во-первых Был представительный орган Какой-то работников Для начала И желательно Чтобы был коллективный договор В целом, конечно И бдительность Нужна самих работников Потому что Если вам приносят карту Подписать Саут А как вы извините На вашем рабочем месте Никого не было Так зачем вы ее подписываете Спрашиваете Тем более, что в законе Саут Сказано на то, что Да, каждый работник Может заявить О наличии Вредных Опасных факторов На своем рабочем месте При проведении Конечно Одному делать Это сложно Это лучше делать Через представительный орган Еще вопрос, товарищ Спасибо Кто-то хотел выступить, да? Михаил Федор Владимирович Спасибо В таком непростом деле Как борьба за права И наработки Убежден Убежден Что борьба за улучшение Труда рабочих Именно тот вопрос Где мы не только можем Но и должны искать Точки соприкосновения А поле деятельности у вас, товарищи Весьма и весьма обширное Рабочий глаз Сегодняшней капиталистической России Доведен до крайней степени Обнищания Разобщен Фактически лишен Многих прав и льгот Которые с таким трудом Были завоеваны В ожесточенной И длительной борьбе Большинство его представителей Имеют весьма Размытое классовое сознание Или не имеют его вообще Официальная статистика Показывает Что 60% Рабочих сегодня Живет Если не в бедности То по соседству с нею Да 25 лет Контрреволюционной Буржуазной власти Рыночная экономика И либеральные реформы Достигли своей цели Трудящиеся снова Превращены по сути дела В рабов И интересны капиталистам Лишь как средство Излечения максимальной прибыли В такой обстановке Товарищи Речь идет не просто О борьбе за улучшение Условий труда Речь идет о сохранении Рабочего класса Как такового О действиях Направленных на его организацию Нынешняя власть Хорошо осознает Опасность для себя Сплоченных Многочисленных пролетариев В связи с чем Нужно увидеть Две стороны День индустриализации России Одна это конечно Закрытие огромного числа Предприятий Составлявших гордость страны Ликвидация целых отраслей промышленности Другая И это не менее важно Это целенаправленное Уничтожение рабочего класса Например с 2000 года Численность работников Занятых в таких ключевых отраслях Как производство машин и оборудования Транспортных средств Нефтепродуктов Сократилась более чем в два раза КПРФ настойчиво противостоит этой тенденции Для нас новая индустриализация России Имеет и патриотическое И экономическое И классовое значение Вот почему вся наша фракция В Госдуме энергично продвигала законопроект О промышленной политике И недавно закон наконец-то был принят Им предусмотрено введение Широкого перечня мер стимулирования промышленной деятельности Через отраслевые фонды Также это и финансовая поддержка Субъекта промышленной и научно-технической деятельности В рамках промышленной политики Особую роль закон дает Оборонно-промышленному комплексу России Как наиболее технологичному локомотиву Отечественной промышленности И гаранту безопасности государства Программы финансовой поддержки АПК Поэтому выделены в отдельную главу закона Кроме того Законопроект предусматривает Меры финансового стимулирования центров По подготовке кадров Для промышленных предприятий И по нашим оценкам Через 3-4 года После его начала Не как тут сказал президент 20 миллионов Но Мы надеемся Что удастся привлечь промышленность Дополнительно до 5 миллионов Рабочих рук Могу от себя сказать Что какие-то подвижки на местах В этом направлении Уже имеются Я поддерживаю Как я вам уже говорил Тесную связь с 35-м СРЗ В городе Мурманске Работаю там судовым электромонтажником В периоды производственных практик И каникул Конечно завод по-прежнему представляет Жалкую тень себя Времен до перестройки Но отрадно что в последнее время Возродилось наставничество Молодых рабочих от предприятия Вновь стали отправлять на учебу Регулярно проводятся конкурсы Профмастерства И экскурсии для студентов Профильных заведений А совсем недавно Среди рабочих объявили конкурс На лучшее рационализовское предложение Такого в последние 10-15 лет Честно не было КПРФ Разумеется реализация данного закона Напрямую зависит от действия Правительства страны И КПРФ активно будет бороться За воплощение его положений в жизнь В дальнейшем возрождение Отечественной индустрии Позволит расширить ряды рабочего класса А его пополнение рабочими Высокой квалификации Позволит трудящимся быстрее И точнее осознать свои коренные интересы Принять их прямую связь С возвращением на путь Социалистического развития Здесь же можно также отметить И принятые по нашей инициативе Законы о стратегическом планировании И о государственном оборонном заказе Самое главное Что наконец вернулось Само понятие план И планирование В различных отраслях Государственной и социальной жизни КПРФ также предлагает Создать госкомитет По стратегическому планированию Но наша деятельность Конечно по защите человека Труда И возрождению производства Не сводится к парламентской работе Мы активно пропагандируем Опыт народных предприятий В их числе подмосковный Саос обхоз имени Ленина СПК Скиниговский в Мариел Усольский-Свинокомфорский в Ангаре Колхоз Терновский на Ставрополе Свою перспективность Народные предприятия Демонстрируют как на селе Так и в промышленности Назовем хотя бы Набежно-щелнинский Картонно-бумажный комбинат В Атарстане Или народное предприятие Знамя в Свердловской области Надо сказать Что советская власть В свое время активно поддерживала Артельные формы Многохозяйственное И кооперативное движение Так, к началу 50-х годов В стране действовало 114 тысяч таких артелей И в них работало Порядка 2 миллионов человек Этот негосударственный сектор Занимал большую нишу В целом ряде отлистей Сегодня же они сочетают В себе все лучшее Доля акционеров Работников на таких предприятиях До 80% На них сохранились Социальные завоевания Которыми так гордилась Наша Родина Советский Союз Народные предприятия Направляют всю прибыль На заработную плату И на модернизацию производства На них внедряются Новые технологии А износ оборудования Составляет не более 40% Зарплата на таких предприятиях В 2-3 раза выше Чем в аналогичных частных структурах Выше и производительность труда При такой форме Собственность не разворовывается прибыль Как это происходит у участников Налоги не утаиваются Капитал не увозится за рубеж Соответственные условия труда На таких предприятиях В разы лучше Чем на большинстве частных предприятий Народные предприятия Развивают систему Социального обеспечения Ветеранов И пенсионеров Строятся школы Детские сады Больницы Ну разрешите Я закончу Я все-таки Не сейчас По повестке Мой аж по повестке По условия труда Про народные предприятия По моему регламент На сегодняшний день Из-за вчерашней Был нарушен Ни раз и ни два Но почему-то вспомнили Именно обо мне На мне Я еще попрошу все-таки Ублизительно Пять минут Пять минут И закончу Пожалуйста Дадим закончить Спасибо Мы активно поддерживаем Рабочие коллективы Остаивающие Свои права В докладе На предыдущем заседании Я подробно рассказывал Вам о том Как КПРФ Не допустило Закрытие гиганта Отечественной промышленности Ижорского завода И сегодня мы берем Борьбу Там уже за улучшение Условий труда Несмотря на все Притеснения активистов Со стороны руководства Предприятия Поддержали мы Справедливый протест Водителей и дальнобойщиков Против введения Системы поборов Да Полностью препятствовать Введению Платона Не удалось Но принят он был Не на тех Абсолютно грабительских условиях Как планировалось изначально Вообще Уважаемые товарищи Мы должны более активно Проникать в трудовые коллективы Использовать все возможности Как бы тяжело это ни было Знать настроение Рабочих И слышать их чаяния Вот совсем недавно Я находился месяц Командировки в Бурятии И вместе с депутатом Народного курала Средным обоем Повел десятки встреч С рабочими коллективами Республики Мы посещали и молокозавод И авторемонтную базу ЖКХ И знаменитый Барничный завод Улан-Удэ Наш активист Мастер сварочного участка Вел работу на крупнейшем Республиканском предприятии Улан-Удэском Авиационном заводе После этих встреч Судящиеся приходили к нам Со своими просьбами И проблемами А в некоторых местах Даже изъявили желание Создать первичную организацию Очевидно, что люди Нуждаются в нашей поддержке И вот один из самых свежих примеров Рабочим МУК городской пассажирский транспорт В Белгороде В течение полугода Не платили зарплату После встречи Трудового коллектива С депутатами областной думы От КПРФ Удалось решить данный вопрос Буквально в течение месяца В настоящий момент Директор предприятия уволен И на него заведено уголовное дело Но, конечно, товарищи Мы осознаем Что должны работать Сначительно активнее И напористее Безусловно В вопросе защиты прав рабочих И улучшения условий труда Большую роль должны играть профсоюзы Ранее я уже делился С вами опытом Создания профсоюзных организаций При поддержке нашей партии В городе Героя Ленинграде На предприятиях Где были наиболее остые конфликты Между рабочими И работодателями И на данном этапе Это помогло трудящимся Сохранить рабочие места И получиться должность По заработной плате Однако, в целом Последние 15 лет профсоюзное движение в России Находится под постоянным давлением Со стороны партии власти Тесное сотрудничество ФМПР с Единой Россией Привело трудящихся в тупик Их вели за помощью к тем Кто ограничивал их же трудовые права В последние годы, конечно, ситуация несколько меняется И среди десятков общественных организаций Подписавших меморандум о поддержке КПРФ На выборах в Государственную Думу Четверть составляют профсоюзные объединения И среди них такие известны Как профсоюз работников текстильной промышленности Московской области Профсоюз гражданской авиации Отдельное соглашение о сотрудничестве Было подписано между КПРФ И профсоюзом работников Российской Академии Наук Увы, нынешние официальные профсоюзы Часто тормозят развитие рабочего движения Большинство из них не выполняют Своей главной функцией консолидировать трудящихся В отстаивании своих прав Однако это не повод сидеть сложа руки Владимир Ильич Ленин не случайно называл Смешным ребяческим вздором Разговоры о том, что Коммунисты не могут работать в реакционных профсоюзах Он подчеркнул Иначе как через профсоюзы Через взаимодействие с партией рабочего класса Нигде в мире развитие пролетариата не шло И идти не могло Разобращая соглашательскую позицию Либерально-буржуазной верхушки Профсоюзных объединений Мы должны вместе с тем активно сотрудничать С их структурами на местах Дорогие товарищи Надо признать, что вся эта работа Это даже не начальный этап Это пока лишь почва для реальной работы Мы сейчас собираем по крупицам рабочих Обучаем и защищаем их Формируем их в конце концов как класс Как реальную силу Которая в будущем сможет изменить мир Это дается нам крайне непросто Но не мне вам рассказывать Что если мы этого не будем делать Если не объедим свои усилия сегодня То завтра нас просто сомнут Знаете, у Владимира Ильича Ленина Я заканчиваю Последняя фраза Знаете, у Владимира Ильича Ленина Есть чеканная формула Руководить трудящимися и сфотируемыми массами Может только класс Без колебаний, идущий по своему пути Не падающий духом И не впадающий в отчаянии На самых трудных, тяжелых и опасных переходах Нам эссерические порывы не нужны Нам нужна мерная поступь Железных батальонов пролетариата Поэтому впадать в отчаяние И пускать руки даже на таком Легком историческом этапе Как сегодня Нам с вами не стоит Уверен, что рабочий класс Обязательно вновь станет Хозяином средств производства Социалистические идеалы Сторжествуют в нашей Веникой Родине А над Кремлем, как и прежде Будет лечь Гордая Красная Знамя Российский комитет в работе Семинары Более 20 лет Спасибо Спасибо Спасибо, дорогие товарищи Что-то слушали все-таки Вопросы? Войны там Нет, это не доклад Правильно Это не доклад Это отчет на партийной конференции Значит, больше в такие выступления Сюда не приходите Спасибо, дорогие Не надо Средизиум Обратите внимание К рабочему движению То, что сейчас было сказано Никакого отношения не имеет Почему? Потому что Сколько представителей КПРФ рабочих Здесь у вас находится Один из них стоит перед вами Представитель КПРФ рабочих Я буду отстаивать позицию нашей партии И рассказать, чем мы занимаемся Чем мы занимаемся Мы знаем, чем мы занимаемся Садитесь Я думаю, я хочу сказать Я пригласил Егор Михайловича Как представитель Спросите Егор Владимирович Егор Владимирович Михайлов Как представитель Комитета И я сделал это совершенно сознательно Человек молодой Значит Политически активный Сочувствующий рабочему классу То, что Еще он пока Знает специфику работы Российского капитета Рабочих Сразу вот не поймаешь И не поймешь Но надо сказать, что Мы вспомним Николая Викторовича Абнерского Думаете, он без связи С КПРФ сюда приезжал? Да? Без совершений Абнерский продвигал движение Абнерский Абнерский Если вы помните Абнерский Он продвигал не сразу Сначала он приезжал Торис в митинге А когда был 95 Не надо, Владимир Михайлович У меня тоже хороший класс И выступал за плату И так далее Поэтому не надо Вы тоже здесь Первый раз И не всегда Все удачнее делаете Поэтому не надо Значит так Человек Я думаю, что Можно Тихонечко Спокойно Подсказать Поясните Это наша нормальная Манера Ну что если Я понял Если закренел И так далее Молодой человек Который старается Поэтому я хочу сказать Товарищ Малоевне Да, молодец Мы ему подскажем Он сам Как лучше И в следующий раз Я думаю Это будет лучше И в духе нашей работы Поэтому чуть покорректнее Товарищи Спасибо У нас никакой грехи нет Спасибо Давайте про Дарву Кто там у нас выступает Нет, не надо Ничего Спасибо Ладно Неглас Татьяна Владимировна Смут Варфейнградский Если борьба за повышение заработной вклады В общем-то рабочими всеми поддерживается То борьба за улучшение условий труда В значительной степени еще люди недопонимают Что это очень важно А речь идет все-таки о их жизни И нарушений здесь очень и очень много Есть, конечно, фирмы, которые внедряют технику Вот у нас рассадчики облицовывают У них подъемник свой Безопасно, удобно, быстро Но очень много фирмочек Маленьких, которые работают в старинке Нанимают они приезжих И, естественно, случаются и несчастные случаи Вот, примерно, буквально месяца не прошло У нас упал человек Да, он остался жив, но будет долго лечиться Хозяин отделался там Н-ной суммой, которую он отдал И проверяющим, и там, на лечение А что будет дальше, неизвестно Человек может остаться инвалидом В общем-то, мы не удивлялись Потому что видели, что леса стоят с разрывами Что люди таскают минвату Это вот такой тюк Там он не видит, куда идет Они прыгают по лесам Естественно, можно и упасть И вот так и случилось Вот Да, многие рабочие сами еще Есть люди, которые старые В советской закалубке Они, значит, выполнят задание любой ценой Я говорю, куда ты лезешь? И скажи начальству, чтобы оборудовали рабочее место Ты же упадешь А что скажут? Скажут, ты сам виноват Так и сказали, сам виноват Вот, он говорит, уже второй раз падает Он маленький, не допрыгнул Конечно, не допрыгнул Так нельзя же прыгать Надо сделать настил сплошной Второй пример Тоже не прошло и месяца Умер человек 40 лет Мужчина Еще молодой и здоровый Вот переработки Исказываются на здоровье людей Мне один гастарбайтер говорит Ой, у меня давление поднялось Это я, наверное, суха жирного поел Я говорю, а тебе не кажется, что ты без выходных работаешь И еще после работы остаешься Вот у тебя и поднялось давление Ну, люди недопонимают такие вещи А если их понимают, то как-то рассчитывают на авоз А во многом это зависит от них самих Надо требовать начальства Чтобы оборудовали рабочее место Чтобы были средства защиты Если там шлифовка идет Там вообще дышать невозможно Вот Поэтому нужно просто пропагандировать еще Чтобы улучшали условия труда И требовать начальства Потому что молодые прорабы приходят Потому что они вообще не обучены Не обучены таким вещам, как охрана труда Вот Но они тоже, конечно, несут ответственность Если случается несчастный случай Но страдают в основном это простые работяги Вот и все Спасибо Товарищ, кто еще хотел бы высказать По данному вопросу? Нет, живой еще Денис Борисович, зачитайте Уважаемые товарищи Очень жаль, конечно, что не нашла эта тема Которая, в общем, не является во многом определяющей Для жизни и здоровья работников Не нашла отвлека Наверное, потому что она поставлена у нас последней И, соответственно, все уже устали Тем более, что у нас дискуссия ушла Совершенно в противоположную сторону Но я бы хотел отметить То, о чем сказала Татьяна Владимировна Что на работниках тоже лежит ответственность За свою жизнь и здоровье И выполнение, в том числе, правил техники безопасности До чего доходит Что, извините, работа по инструкции Работа по правилам Это является формой забастовки Так что не так? Или инструкции не те Или, так сказать, мы работаем неправильно Не так, как должны работать Значит, если мы работаем неправильно Мы ходим себе по лезвию ножа Это надо прекрасно понимать Кроме того, да Работодатель должен Озаботиться о том, чтобы обеспечить Спецодежды, средства индивидуальной защиты И так далее и тому подобное Но надо, чтобы работники И воспользовались еще этими средствами индивидуальной защиты Надели респиратор, надели каску Надели защитный пояс и так далее Зачастую мы видим пренебрежение Просто преступное отношение к своему здоровью Извините Поэтому здесь ответственность должна быть Санкт-генера, работника и работодателя Безусловно Без этого мы не продвинемся В решении вопросов улучшения условий труда А теперь переходим к постановлению Постановление Российского комитета рабочих Обмен опытом борьбы за улучшение условий труда Российский комитет рабочих отмечает Что улучшение условий труда Является коренным интересом рабочего класса Кардинально улучшить условия труда Возможно лишь на основе внедрения Нового безопасного высокопроизводительного оборудования Последние годы российский капитал С помощью специальной оценки условий труда СОУД предпринял наступление на трудовые права И социальные гарантии работников Без каких-либо затрат на их улучшение Неблагоприятные условия труда на рабочих местах Объявляются допустимыми Что приводит к отмене сокращенного рабочего дня Дополнительных отпусков Доплаты компенсации за вредные условия труда А в перспективе к отмене более раннего выхода на пенсию Это ведет к увеличению уровня производственного травматизма Профессиональной заболеваемости Инвалидности и смертности работников Только борьба работников Организованных в профсоюзах За сокращение нормальной продолжительности рабочего дня До 6 часов без понижения заработной платы Будет стимулировать работодателей К масштабному обновлению техники и технологий Позволит сохранить и увеличить льготы работникам Занятым на рабочих местах С неблагоприятными условиями труда Российский комитет рабочих рекомендует Рабочим профсоюзным организациям следующее Первое Активно выступать за сокращение нормальной продолжительности Рабочего дня до 6 часов без понижения заработной Второе Участвовать в работе комиссии по САУП Следить за объективностью измерений Обращаться за государственной экспертизой условий труда Третье Вносить в коллективные договора Обязательства работодателя По улучшению условий труда Повышенные компенсации и гарантии работникам В связи с вредными условиями труда Четвертое При неисполнении работодательным требований По улучшению условий труда Проводить коллективные действия Направленные на улучшение положения работника Нижний Новгород 16 октября 2016 года Продолжение следует...